Здравствуйте, дамы, господа, мои люди и все остальные. У нас сегодня Бобби с композицией Drowling, ну в общем, тонущий это Бобби из Aikon. Тот самый, про которого он в основном в выпуске, который уже скорее всего вышел и рассказывал, что он такой слегка бумер, не любит он комплюктеры, не совсем в них разбирается точнее. В общем, все ссылки на экране, подпишитесь, вступайте, пишите комментарии, колокольчики, ставьте лукасы и поехали. Субтитры сделал Drowling И аккорды, вот такие на округлом синтезаторе, с подзакрытым верхом, звучат так, как будто это подводный уровень из какой-нибудь достаточно старой игры. Ну, не настолько, как Super Mario, но вот что-то такое, знаете, трехмерное, подводный уровень. И даже один видеоблогер, не помню, как там такой серьезным лицом парень сидит, бритый на нос, и вот у него был видеоролик. Я потом напишу на экране, если не забуду, как его зовут и как назывался ролик. Вот, но он там обыгрывал ситуации, как звучат типичные моменты из разных игр. То есть там уровень славы, уровень там с боссом, и там вот вводный уровень, который все не любят. И похожие аккорды там были использованы. Но, мне нравится. Могу отметить очень классный бас, у которого есть и верхушка, щелкающая такая, подгруженная. И плотный низ такой, знаете, который не сильно давит, но продавливает микс, говоря о том, что он тут есть. Видите, уже пару роликов про бас не вспоминал, и вот опять. У нас слегка приглушенная гитара на синглах сыгранная, чуть-чуть в центре. Ну, может быть, чуть смещена в лево и вправо, он такая, тык, 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 поигрывает чуть-чуть. Вот, в общем, в этом прелесть аранжировки хорошая, что ты можешь находить кучу разных деталей, и при повторном прослушивании еще и дополнительных деталей. Ну, то есть, композитору, дроп-аранжировщику, или тире-аранжировщику, или плюс-аранжировщику. В общем, спасибо и продюсерам музыкальным. Если Бобби еще сам пишет музыку, можете писать об этом в комментариях, тогда и ему спасибо за то, что он все это написал. Ну, в общем, мне очень нравится уже звучание, а я еще припев даже не слышал. Очень мне нравится это развитие, которое происходит. То есть, у нас, секундочку, так, все, там кое-что выскочило. В общем, мне нравится, что припев это логичное развитие куплета. И бывают ситуации, когда у нас там, допустим, нету этого развития, и какая-нибудь другая происходит ситуация. То есть, ну, более очевидны изменения поэтов той же там гармонии, а бывает и на Микс и Киндом. Ну, в общем, я такой прием люблю, когда все как бы перетекает плавно одно в другое. Ну, и когда резко, то, и в общем, я люблю музыку. А, вот тут мне стало интересно, подождите, у меня почему-то не написано, что к ним тут еще на фите, или там не указано. А, все. Итак, прямо в середине ролика тут еще соул, или соле. В общем, он здесь не один, но у меня почему-то в названии было написано, что один. Ну, видимо, так я сохранил этот клип. Ну, и да, ночная музыка. И сразу вопрос, интересно, как тогда Феликс перил кусок льда, я спросил, перил ли он по-настоящему, мне сказали, да. И могу предположить, что Бобби тут действительно махал раскаленной саблей, мечом, ну, неважно, в общем, оружие подожженное у него в руках было, и... Либо это дублер, либо... Ну, на компьютерную графику это мало похоже, я не думаю, что для таких, в принципе, ну, не сильно техничных движений, ну, не сильно опасных, стоит прямо использовать графику. Дешевле было поджечь меч и объяснить Бобби технику безопасности. Ну, у кого есть подробности, пишите в комментариях, и да, вроде бы я видел, по-моему, даже есть видеоролик о съемках клипа. Я посмотрю его по возможности, но вы лучше напишите. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Мне нравится его голос, если не ошибаюсь, он вообще, в первую очередь, рэпер в своей группе. С группой Icon я не так сильно знаком, как вы могли подумать. Лично даже не знаком, не поверите, да. Я не знаком ни с одной личной группой, которая обозревала. Ну, может, как-нибудь с Нараза познакомлюсь, кто знает. До их уровня, может быть, еще дойду. Короче, ну, нет, это ничего плохого про Нараза тут не хотел сказать. Короче, классная композиция, и дама на фите тоже отличная. Жалко, что я этого в начале ролика не знал. Такое название у меня сохранилось. Ну, да ладно, в общем. Надеюсь, вам тоже понравилось. И да, аранжировка мое почтение. Список бустеров на экране. Спасибо, дамы и господам, за то, что продолжаете продолжать. А еще некоторые продолжают продолжать на компьютер. Всем большое спасибо. Вы все молодцы. Я горжусь, уважаю. И рад, что кому-то все настолько интересно. Ссылки на экране, самореклама, где вы можете получить ранний доступ к любому контенту, который я выпускаю. Кроме стримов, они тут в прямом эфире. Так что там еще дополнительный контент тоже есть. Там, в общем, раз до уровня подписок. Кому интересно, ознакомляйтесь, ознакомливайтесь. В общем, смотрите. Далее у нас есть МП-ревью с кейпоп-новостями, МП-лайв со стримами и телеграм-канал Кахаплокация. С вами по-прежнему Максим. Я не говорю вам прощай. Я говорю, какая эмоция по-вашему отпечатана на моем лице. И расскажите, какая эмоция отпечатана на вашем. Всем пока.